Всем привет, уважаемые зрители! С вами канал Андерволд и его ведущий Степову. Выдалось пара свободных дней и мы с напарником решили отправиться попутешествовать, немного полазить в городе Пскове. Сейчас покажу несколько интересных мест по дороге в Псков. Первой остановкой у нас является Ржев. И во Ржеве на берегу Волги нас встречает вот такой вот памятник всем погибшим в локальных конфликтах. Мемориал не совсем обычно сделан. При входе встречает БТР. Прямо у берега Волги памятник. И вот так вот выглядит сам мемориал в виде снарядов, пули, звезды и перечисленных фамилий погибших героев. Памятник установлен Василию Филипповичу Маргелову, командующему воздушно-десантными войсками. Недавно про него, насколько я помню, был сериал снят, который шел по одному из центральных каналов. А вот на другом берегу Волги можно видеть надпись «Город Ржев». Продолжаем осмотр мемориала. Тут памятник морякам. Отсюда же есть спуск к воде к Волге. Остается очень интересный мемориал, который у меня ассоциирует с государственной границей. Очевидно, воинам-пограничникам. Очевидно, символизирующий советских и российских воинов-пограничных войск. И вот мы перебрались на другой берег. Находимся сейчас напротив того самого мемориала, который я снимал до этого. Вот его отсюда отлично видно. Находимся мы сейчас, очевидно, на самой высокой точке Ржева. И здесь открываются великолепные виды на город. Отсюда видно два моста через Волгу. Один из которых сейчас закрыт на ремонт. Гостиница «Ржев». Оказывается, Ржев богат на мемориалы по военной теме. Мы переехали на другой берег. И тут же первое, что увидели, это памятник, на котором установлен какой-то военный самолет. Истребитель, наверное. К сожалению, не очень в этом разбираюсь. И на самой вершине холма, на берегу Волги, расположен еще один мемориал воинам, павшим в Великой Отечественной войне, защитникам и освободителям Ржева. И вечный огонь, установленный рядом с мемориалом погибшим воинам. А за мемориалом находится красивый пешеходный мост, который проложен над той дорогой, по которой мы как раз переезжали через Волгу. Мост весь увешан замками, по традиции, которые вешают влюбленные пары, на верность и вечную любовь. И вот еще одно интересное место в этом мемориальном комплексе – завещание потомкам ржеветянам, заложенное в 1968 году. Интересно, о чем в этом завещании говорится. Те, кто участвовал в его закладке, явно не предполагали, что в XXI веке Советского Союза уже не будет. Проезжая по пути, увидели небольшой шахтерский поселок с указателями на несколько шахт и решили заехать, осмотреться здесь. Это оказались окраины города Нелитов, административного центра Нелитовского района Тверской области. Города шахтерской славы, пришедшего у упада по второй половине 1990-х годов. Впрочем, это место заслуживает отдельного рассказа. Я вернулся сюда совместно с каналом «Русские тайны» спустя три месяца, чтобы отснять репортаж об этом городе. Обанкротившиеся, закрытые и заброшенные предприятия можно увидеть в любом районе города. В основном из производства функционируют лесопилки и деревообрабатывающие предприятия. Здесь мы можем видеть отходы одного из таких предприятий. Это вовсе не песок, а мелкая стружка, беспорядочно наваренная, недалеко от территории, где находится производство. Похоже, здесь было административное здание при каком-то производстве. Сейчас часть здания уже обрушилась. Залезли мы в это здание. Интересно, что здесь вот идут пластиковые трубы канализации. Судя по всему, коммуникации здесь не так давно менялись. Судя по всему, коммуникации. А это обвалившаяся часть здания. Если в Нелидово мы решили заехать совершенно случайно, то следующее место было запланировано в нашем маршруте. Но и здесь не обошлось без случайностей. Ища залаз на территорию самого завода, который планировалось посетить, мы наткнулись на вход в бомбоубежище, принадлежавшее этому заводу. Следующая остановка – бомбоубежище, присортировочные станции в вагоно-имонном заводе. На входе нас встречают вполне себе улесистые гермодвери. И вот сам бомбарик, как всегда горевший, с изрядным запахом гари. Остатки фильтровентиляционной установки. Вот это вот было помещение ФВУ, похоже. Впереди мы видим запасной выход к гермофорточку. Немаленьких размеров улиточка. Остатки электромотора и масса фильтров. Это, похоже, еще один выход. Здесь находилось основное помещение для укрываемых. Нары. Масса ящиков с еще нераспечатанными фильтрами. Ящики с противогазами. Даже еще не успели до конца расхабарить бомбарик. Помнится, совсем недавно наш командующий гражданской обороны рапортовал о готовности защитных сооружений для населения. И вот наглядно можно созерцать в степени их готовности. Раздестроенный дизель. Бак на заднем плане видно для солярки. Санузел, очевидно. Да, так оно и есть. Там, похоже, еще один выход впереди. Да, это еще один выход. Здесь когда-то был стенд с документацией по этому убежищу. Сейчас, к сожалению, документации тоже ничего не уцелело. Даже невозможно установить, на какое количество укрываемых было рассчитано это защитное сооружение. Площадь помещения для укрываемых очень немаленькая. Следующим пунктом нашего путешествия стал вагоноремонтный завод. Один из цехов, где, естественно, все оборудование уже попилено. И полюбоваться здесь можно только непосредственно самим цехом, самим зданием, который имеет огромные размеры, огромный пустой цех. Находится он рядом с крупным транспортным узлом, крупной железнодорожной станцией. Поэтому тут постоянно можно слышать, как ходят поезда, гудки тепловозов. Великолугский вагоноремонтный завод ведет свою историю с 1901 года. Он является объектом культурного наследия как центр революционных выступлений рабочих в 1905 году. Но помимо этого на территории завода находятся корпуса, построенные в начале 20 века, и представляющие историко-архитектурную ценность как образцы промышленной архитектуры того периода. Из помещения для ремонта вагонов мы попали сейчас в подсобное помещение. Тут еще есть заваренный решеткой проход в еще одну лем-зону, ну или какое-то крупное производственное помещение. А тут мы видим подсобное помещение. Вот здесь, очевидно, хранился какой-то инструмент или запчасти. Здесь можно видеть лифт. И вот кнопки вызова вперед-назад-стоп. Тут тщательно закрытая дверь, бытовое помещение. А мы сейчас отправимся наверх. Поднялись мы на второй этаж помещения, где, очевидно, находились раздевалки. Судя вот по этой надписи, строго и лаконично помылся, закрою воду. А там видны какие-то документы, директивы, инструкция по использованию бытовых помещений завода от 30 октября 1975 года. И, конечно же, коллекция пустых бутылок, в том числе и пивных. Дата на одну из пивных бутылок 28 июня 2004 года. В 2004 году здесь еще вполне себе кипела жизнь. А вот он, лифт наверху. И лифтовая шахта. Рубильник-умывальник, рубильник кухни, холодильник. Универсальный что-то. Лифт-холодильник. Судя по всему, здесь была еще и столовая. А вот это очень похоже на холодильник. В следующей серии мы посетим две уникальные по своей архитектуре башни, входившие в ансамбль и разрушенную усадьбу недалеко от Пскова. Залезем на заброшенную ТЭЦ в самом центре Пскова. Конечно же, погуляем по Псковскому Кремлю и спустимся в подземную реку, протекающую под действующим древним монастырем возле самой границы с Эстонией. Оставайтесь с нами, будет много интересного. Подписывайтесь на наш канал, не забывайте ставить лайки и вступайте в нашу группу ВКонтакте. Там вы найдете много интересного. Всего вам самого наилучшего! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!